Салат с женским именем Анастасия готовится с морковкой по-корейски и яичными блинчиками. И подавать его можно как в будни, так и на праздничный стол. Всё дело в оформлении. Как приготовить яичные блинчики и сам салат, смотрите видео. Готовьте вместе с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите отзывы. Что нам потребуется? Отварная курица, ветчина, пекинская капуста, морковь по-корейски, мука, яйца, вода, растительное масло, майонез и соль. Шинкуем тонко пекинскую капусту. Мять руками, как белокочанную, её не нужно, она и так достаточно нежная. Ветчину нарезаем кубиком среднего размера. Курицу режем кусочками. Я отварила её заранее и охладила в бульоне, чтобы она не пересокла. В миску к этим ингредиентам добавляем корейскую морковь. Заправляем майонезом и перемешиваем. Я салат не солю. Соли достаточно во многих ингредиентах. Сейчас пока убираем его в холодильник. Готовим яичные блинчики. Разбиваем в ёмкость для взбивания яйца. Насыпаем в щепотку соли и муку. Наливаем воду. Взбиваем до однородности, разбивая миксером все комочки. Сковородку смазываем растительным маслом и хорошо нагреваем. Наливаем в неё тесто. Жарим на первой стороне до тех пор, пока верх не подсохнет. А затем переворачиваем. И ещё немного на второй стороне. Из этого количества ингредиентов у меня получается 4 блинчика. Сварачиваем их в трубочку. Не очень плотно. Затем нарезаем поперёк на рулетики шириной 1,5 см. Ровные рулетики из серединки пока откладываем в сторону. А неровные края нарезаем соломкой. Мы перемешаем их с салатом. Куполообразную миску выстилаем пищевой плёнкой с запасом, чтобы потом можно было прикрыть лишними краями салат. Выкладываем на дно яичные блинчики. Захватываем немного и стенки миски. Если рулетики разворачиваются, их легко свернуть снова. Кладём плотно друг к другу. Сверху заполняем миску салатом. Немного утрамбовываем его. Закрываем свободными краями плёнки. И ставим в холодильник на час. Нам нужно, чтобы блинчики снизу пропитались и салат можно было перевернуть на тарелку. Достаем, раскрываем плёнку, накрываем плоской тарелкой и уверенным, но аккуратным движением переворачиваем. Если миска заполнена салатом доверха, это хорошо. Если нет, как у меня, то салат можно подправить. Удобно это делать обратной стороной столовой ложки. Украшаем по краям зеленью. У меня кудрявая петрушка. И можно подавать к столу. Вполне нарядно и очень вкусно. Салат Анастасии в такой подаче неплохо смотрится на праздничном столе. Приятного Вам аппетита! Украшаем по краям зеленью.